здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске журналисты пишут что россияне снимают деньги со счетов а вот цб почему-то пишет наоборот указывая в отчете что депозиты растут правда журналисты нам не велели самим этот отчет смотреть надо было поверить им на слово а то вот мы пошли проверять и вот какая неловкость получилось ну что спорим что это правда или не совсем бессовестно врут рубрика сегодня россия нищает особенно сильно россияне проедают последние деньги накопление граждан российской федерации обвалились до уровня 2009 года и это далеко не предел пишет на сайте свободная пресса уважаемая мария бесчастная и продолжает на фоне роста цен и медленного повышения доходов у россиян постепенно заканчиваются сбережения не говоря уже о свободных деньгах по данным центрального банка чистое сбережение россиян по итогам августа сократились до минимума с 2009 года чистое сбережение это разница между рублевыми кредитами и депозитами населения получается что россияне все больше снимают денег со счетов и в то же время берут все больше кредитов самое печальное что и в будущем не просматривается перспектив для улучшения ситуации журналисты конечно молодцы отбирают для своих читателей все самое интересное а заодно ненароком избавляют его от фактов которые не вписываются в красивые теории которыми редакция приказала промывать людям мозги правильно незачем холопом лишнее знать это ради их же благо заботливый мой какой заботы например из отчета cb они взяли конечно только то что подтверждало их теории так называемые чистые сбережения то есть депозиты минус кредиты вот только в россии любой знает что после святых девяностых наши люди верят только вечно зеленому кэшу они депозитом сколько бы банки их не уговаривали граждане храните деньги в сберегательной кассе открываем отчет cb и берем самую верхнюю строчку от изучения которой сайт свободная пресса старательно пытался нас оградить и видим что денег на руках у населения за последние три года становилось лишь неуклонно больше плюс 30 триллионов за три года из них плюс 9 триллионов за последний год просто люди не доверяют банкам предпочитают сами нести все тяготы и лишения по хранению наличности в матрасах более того оказалось что и депозиты тоже возросли они сократились правда всего на пол триллиона и тем не менее так что граждане вовсе не снимали депозиты они просто кредитов набрали потому и разница между кредитами и депозитами возросла но на это журналистам отвечают даже опрошенные ими эксперты люди массово брали ипотеку потому что государство давало ее по льготной ставке все это напоминает их недавнюю сенсацию в кавычках что путинская власть якобы в разгар пандемии расходы на медицину сокращать надумала а на самом-то деле как было в 2020 году россия экстренно строила госпиталя вложила триллионы в разработку вакцина срочно создавала тест-системы заказывала маски халаты перчатки для врачей были срочно созданы новейшие лекарства от ковида почти весь фонд национального благосостояния ради этого вычерпали все это были разумеется расходы на медицину без них бы мы не выжили иначе момента море моментально море а в этом году госпиталя уже построены маски и антисептики подешевели на порядок лекарства созданы на все это не надо тратить деньги а лицемерные оппозиционеры радостно подпрыгнули государство сокращает расходы на медицину да просто таких безумных трат как в первый год пандемии в этом и следующих годах конечно уже не будет и слава богу радоваться надо они истерику закатили да еще и народ смущают своей брехнёй друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра новый выпуск на нашем канале не пропустите